Привет, дорогие друзья! Меня зовут Дима, вы на канале «Последнее время» и сегодня мы размышляем о библейских пророчествах, о том, что нас ожидает в это последнее время, друзья. Это очень серьезно и это наталкивает на определенные мысли, то, что мы изучаем библейские, библейские, повторяю, пророчества. Это очень важно. Еще одно место из Писания, на которое я хотел бы обратить ваше внимание и мое тоже, о том, что в последние времена будет великое пробуждение среди людей. Люди просто массово будут обращаться и верить в Иисуса Христа. И это, друзья, будет происходить именно во время великой скорби. Друзья, давайте зачитаем это место. Это Откровение на Богослово, 7 глава, с 9 по 14 стих. Это очень важно. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, люди по всему миру, «Стояла пред престолом и пред Агнусом в белых одеждах, с палевыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнусу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцевых четырех животных и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря, аминь. Благословение, слава и премудрость, и благодарение, и честь, и силы, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Иначе в речь один из старцев спросил меня, «Сие облеченные в белой одежде кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби». Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнса. Друзья, обратите внимание, 14 стих – это те, которые пришли от великой скорби. Не просто от скорби, потому что многие говорят, но на протяжении истории человечества, как мы вот смотрели, сколько людей, сколько христиан было замучено. Нет, здесь конкретно говорится от великой скорби. Великая скорбь. Есть понятие просто скорбь, которое было на протяжении двух тысяч лет, как многие христиане были мучены и страдали, и их убивали, и распинали. А есть понятие великой скорби, которое будет во времена Антихриста и лжепророка. Так вот, эти пришли именно от великой скорби. Их будет бесчисленное количество, их будет очень много, друзья. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнса. То есть они поверили в Иисуса Христа, они уверовали, кровь Иисуса Христа омыла их грехи, и они взошли на небо. Они пребывают с ним, с Господом в вечности. Друзья, великая скорбь еще не настала, но когда она наступит, начнется великое пробуждение. Очень надеюсь, что ты и я молчать не будем. Мы будем проповедовать на кровлях, мы будем проповедовать в темноте, мы будем проповедовать при свете, мы будем проповедовать в транспорте. Когда начнется, когда откроется седьмина, когда мирный договор будет восстановлен, подписан, когда храм и храмовое служение на храмовой горе будет восстановлено, мы уже будем знать, что три с половиной года останется до открытия Антихриста. Мы знаем, что у людей очень мало времени. И мы начнем проповедовать Евангелие, друзья. Мы начнем говорить людям о спасении. Они уверуют, они придут на небо, и таким образом великую жатву Господь пожнет в жительницу свою. Друзья, вот это коротенькое такое послание, которое я вам адресую, для того, чтобы вы готовились к вечности, готовились к встрече с самим Иисусом Христом. Он скоро грядет. Надеюсь, что вы готовы, как и я. Пусть вас Бог благословит и готовит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok